Актуально. Что с того кинули Кадырова? Ну, кинули и кинули. Ну, вот смотрите. Мы же сами говорили, что кидать на деньги Кадырова можно. Это, конечно, такой хороший обширный вопрос, который надо людям объяснить. Смотрите, кинуть Кадырова, кадыровцев, это благое дело, а нужное дело. Но кинуть, имеется в виду развести их на бабки или что-то такое сделать. Это без проблем, можно, нужно, практикуйте. Но в данном случае, какое тут кидалово? Когда есть договор, и это договор с кадыровцами, что Тумсо, что Хасан придерживаются. Если бы Тумсо взял бы аванс, вот помните, 100 тысяч аванс Башур ему дал. Когда этот аванс Тумсо бы, если бы взял, не делал бы ни какие-то постановочные ролики, не скрылся бы, а сразу же получил аванс, все, 100 тысяч, это тоже немалые деньги. Хорошие, большие деньги, 100 тысяч долларов. Он бы вышел на связь и сказал бы, прикиньте, кадыровцы хотели вот такое постановочное покушение сделать, а я их на бабки кинул. Вот тогда бы все, красавчик Тумсо, ты молодец, ты кинул кадыровцев. Либо то же самое, если бы Хасан получил бы свой аванс, эти 100 тысяч, и он тоже бы их кинул и вышел бы на связь, все, кадыровцы утилизированы и так далее. То тоже, красавчик, Хасан, молодец. Но в данном случае, где кидалово, кто кого еще кинул? Когда с Тумсо они делали договор, чтобы Тумсо на дно лег на три месяца, Тумсо предложил месяц, и потом они договорились, условились на полтора месяца. Тумсо не то, что на полтора месяца прекратил свою работу. Он почти на три месяца прекратил. То есть, там оставалось 10 дней до трех месяцев, да? И потом в течение двух месяцев какие-то намеки, что-то непонятное, что-то там публиковал. То есть, грубо говоря, из-за миллиона он на пять месяцев прекращает свою работу. А за это время какой-то человек, которому нужна помощь в Чечне, ему напишет, кто-то нуждается в его помощи или в огласке и так далее. А что с этими людьми? Он прекратил работу. Вот это не кидалово. Это означает, я беру деньги у кадыровских киллеров, они говорят, вот тебе деньги, давай, прекращай работу, не выходи на связь. Около месяца, трех месяцев. Он говорит, окей, спасибо вам, все, я прекращаю. Это не кидалово, это договор, это чистый договор. Никакого тут кидалово не пахнет. Например, меня в два раза кадыровцы похищали, мать похитили, до сих пор мать держат в заложниках. Нашу активисту Салмана Типсуркаева похищали, убили. Моусора тоже похитили, убили. Там наши активисты, наше движение преследуют. Представьте, в течение трех лет мы работаем непрерывно. И вдруг мне говорят, вот как сейчас, давай, Ибрагим, инсценируй смерть, давай пусть Адат прекратит работу, давай ты, брат, другие участники Адат, мы вам деньги дадим, вы временно прекратите работу. И мы соглашаемся, нас от себя вонять не будет. Типа я свою мать, когда мать, до того, как мать не похитили, я работал. Пока мать похитили, я все равно работаю. А когда деньги мне дали, я прекратил работу? Это что такое? Какие тут ценности? Где тут кидал? Как тут? Я вообще не понимаю. Должны же быть элементарные базовые принципы? Элементарные базовые принципы должны быть? Когда похищались родственники Тумсо, Тумсо же не прекратил работу, до того, как их родственников его не похитили, он же не прекращал. Когда похищали отца, мать, там, сестру Хасана, он же не прекращал. После того, как их похитили, он же тоже не прекращал. Ни Тумсо не прекращал, ни Хасан не прекращал. А почему, когда деньги получил, они прекратили? Почему? Цена всего лишь в вопросе... Это что такое? Вопрос в цене. Да, вопрос в цене, что ли? Это что такое? Если сейчас за миллион на три месяца замолчит, грубо говоря, никакой три, пять месяцев, он просто два месяца назад сказал, что он живой. По факту, пока мы вчера не опубликовали расследование, он же ничего, толково ничего не делал. Просто выбыл на пять месяцев. Представьте, из-за миллиона. А до того, когда он восемь лет, мол, боролся против Кадырова, когда похищались люди, какие-то подписчики его, которые смотрели его видео, он публиковал, говорил, не прекращал работу. А тут деньги появились и прекратил на одну минуту. Даже нам предлагали бы, я не знаю, хоть сто миллионов, на одну минуту даже бы из-за денег мы не прекратили бы свою работу. Принципиально. Потому что должны быть базовые принципы, если ты идешь по пути Всевышнего, идешь по дороге борьбе, я не знаю, если у тебя нет базовых принципов, то и не надо людей подставлять. Те люди, которые смотрят, слушают тебя, верят тебе, помогают тебе как-то. После того, как они узнают, что там их, тот человек, который они там любили, умер, потом через несколько месяцев появляется и говорят, я типа кадыровцев кинул, ты не кинул кадыровцев. Не занимайся самообманом. Не ты Томсо, не ты Хасан. Вообще, любой кто-то, кто занимается самообманом, говоря, что я таким образом кинул кадыровцев. нет, не кинул. Ты сделал договор, договор о временном прекращении работы, чтобы временно прекратить за эту сумму. и поэтому вот эта тема, что вот кинули кадыр, как это кинули? Есть, да, вот поэтому ранее, до этого я сказал, взяли бы аванс, вот, 100 тысяч, вот, Томсо, тебе 100 тысяч, сними видеоролик, как тебе, на тебя делают покушение, или как на тебя делать слежку. Взял бы эти деньги и сказал бы, вот, я кинул этих кадыровцев. Это кидалово, чисто кидалово, и мы бы радовались. Но тут чистый договор, как сам Томсо заявлял, я чисто с тобой договор сделал, и я на этом договоре до конца пошел. И как, когда ему Башир говорит, что за видео ты опубликовал, Томсо заявляет, да это обычно видео, а там не рассказывал про те моменты, про те детали насчет нашего дела. Вот и все. Вот и все. Чтобы как-то, мы не говорим, что мы какие-то хорошие люди, что у нас нету каких-то ошибок и так далее. Но какие-то принципы, базовые принципы должны быть, хотя бы не продажность, не обманываться за деньги, не обманываться за деньги, делать самообман, но мы же можем получить выгоду из этих денег, направить на борьбу и так далее, как-то заниматься самообманом, что-то. Вот Люля тоже так же занимается, если честно. Люля получает, прикиньте, он получает почти 5 миллиардов долларов в год он получает. И то он сам это сказал, мы еще не знаем там неофициальные прибыли, сколько он еще получает. Вначале же, он же тоже самообманом занимается, говорят, что я как-то помогаю людям, как-то помогаю нашему народу, строю там мечети и так далее. Это потихоньку, потихоньку идет. Сначала ты молчишь из-за денег, прекращаешь свою работу, прекращаешь борьбу из-за денег, а потом все, ты вообще на другой стороне баррикад, абсолютно. Продолжение следует...